Время местное Время местное социального обслуживания населения стал обладателем национальной общественной премии российской организации «Дружественные к детям». Завершился конкурс по формированию молодежного правительства. В него вошла и жительница Лабытнанги Виолетта Филиппова. Продолжаем знакомить с претендентами в номинациях премии «Гордость своей Лабытнанги». Попробовать себя в юмористическом жанре может каждый желающий. В ближайшее время начнет работать онлайн-школа КВН. Сегодня сдавали нормативы ГТО начинающие спортсмены. Центр социального обслуживания населения стал обладателем национальной общественной премии российской организации «Дружественные к детям». Всего на конкурс поступило 166 заявок со всей России. Центр социального обслуживания населения Лабытнанги стал единственным представителем Ямала и победителем национальной премии. Центру достоился гран-при в национальной премии за реализацию проекта по оказанию систематической помощи для особенных детей. Такую помощь в центре получает около 30 детей, требующих особого внимания и ухода. По итогу центр получит финансовую поддержку на развитие деятельности учреждения. Завершился конкурс по формированию молодежного правительства. 86 молодых ямальцев со всех городов и районов округа направили на рассмотрение в муниципальной комиссии свои конкурсные работы, социально значимые проекты. В Лабытнанге были отобраны три лучшие работы из пяти, которые затем были представлены на окружном этапе конкурса. По его итогам был сформирован новый состав правительства, в который вошла и жительница Семи Листенец, сотрудница научно-исследовательского стационара Виолетта Филипова. Репортаж Ирины Волокитиной. В свой судьбоносный день Виолетта Филипова была в экспедиции, изучала вечную мерзлоту в тундре. Защищать свой проект, представленной специальной конкурсной комиссией, она не могла, но ее работа и без личной презентации вошла в тройку лучших. Наш проект заключался в том, что мы хотим создать профориентационный курс в рамках нашей лаборатории. У нас очень мультидисциплинарные направления, чтобы школьники могли уже в дальнейшем ориентироваться, что они хотят. Хотят ли они вернуться обратно в регион в дальнейшем работать, или, может быть, выбор их будущей специальности будет в рамках того, что мы представили им. Проект «Современная наука в Арктике. Работа коллектива», говорит Александр Соколов. Ее разрабатывали в знак благодарности родному городу, который во всем помогает ученым. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность и мэру города Марине Ароновне, и начальникам очень многих служб и управлений, которые помогают нам сна, и с жилищными условиями молодым ученым, которые приезжают, в том числе, которые помогают по обустройству территории, по обустройству к объездам территории. Это действительно беспрецедентные меры поддержки. И мы всей душой хотим в ответ, конечно же, помочь, в частности, ВИТА сделала такую идею, помочь школьникам определиться, если у них тяга есть к науке. Став одной из победительниц муниципальных состязаний, Виолетта участвовала затем в окружном этапе конкурса на формирование нового созыва молодежного правительства, куда она и заявлялась изначально. Региональный этап включал в себя три испытания. Это кейс-конференция, когда непосредственно участники решали кейсы в составе небольших команд. Также голосование в социальных сетях, когда жители всего Ямал-Ненецкого автономного округа могли отдать свой голос за понравившихся кандидата. И также заседание конкурсной комиссии, когда люди уже представляли свои проекты, рассказывали о себе. По решению окружной комиссии Виолетта Филипова вошла в состав нового молодежного правительства, которое является эффективной площадкой взаимодействия власти молодежи и не единожды признавалась лучшим стране. Наше молодежное правительство является еще интересным с той точки, что председателем молодежного правительства является наш губернатор. То есть непосредственно все идеи, которые реализовывают молодежь, которые есть у нашей молодежи, они направляются к самому значимому человеку в нашем округе и уже получают поддержку. У нас уже есть какие-то проекты, которые мы бы хотели предложить правительству, в частности это связано с уборкой мусора в тундре и многое другое. К работе новый состав молодежного правительства приступит в ноябре. Его деятельность по времени совпадает с председательством России в Арктическом совете, что дает возможность участвовать во всех международных молодежных событиях, запланированных в стране на следующие два года. Ирина Волокитина, Григорий Волков, программа «Время местное». Продолжаем знакомить с претендентами в номинациях премии «Гордость твоя Лабытнанги». До 2 ноября каждый житель может предложить кандидатуру и принять участие в голосовании за нее. О претендентах в номинации расскажет Дмитрий Мавдрик. Семь цифр для города символичные, семь лиственниц и семь номинаций на конкурс «Гордость твоя Лабытнанги». О номинации «Сердце отдаем детям» уже подробно говорили, отметим лишь, что на данный момент претендентов уже трое. Ольга Сорочкина, семья Катайцевых-Кокориных. И Яна Будыгина, не просто мама, воспитывающая ребенка с особенностями развития. Она еще и руководитель реабилитационного центра «Жизнь», где оказывается помощь всем нуждающимся. В номинации «Хранитель истории Победы» шесть претендентов. Городской музей и городской дом культуры «30 лет Победы», внесшие значительный вклад в сохранение и пропаганду истории Победы. Волонтеры Победы с такой теплотой, заботящиеся о наших ветеранах. Лабытнанская общественная организация ветеранов войны и труда, привлекающая ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передачей лучших традиций в труде и служении Отечеству. Юлия Пунтус – человек, который вложил свою душу в сознание музея памяти в школе номер 3. И это не первый ее опыт. Раньше я работала в 8-й школе. Там вместе с нашими коллегами мы создавали музей боевой славы, который до сих пор есть. Потом, через время, директор 3-й школы Владимир Мусеевич Пастушенко пригласил меня в 3-ю школу. Здесь была Ленинская комната, экспонаты были, но музея не было. И, конечно, коллеги 3-й школы, директор школы, мы все с большим удовольствием создавали этот музей. И, конечно же, фронтовик Путилин Иван Александрович, внесший самый главный вклад в историю, он лично участвовал в боевых действиях и кто, если не он, является хранителем истории Победы. К сожалению, на днях его не стало. В номинации «Благотворитель года» в большинстве претендентов предприниматели Хуснедин Парпиев, Рашат Алиев, Сурен Абрамян, Анастасия Суворова. Именно они во время пандемии коронавируса пришли на помощь жителям города, доставляя продуктовые наборы и всячески помогая всем нуждающимся в этот непростой период. На самом деле ситуация, которая сложилась с карантином, это для всех была очень неожиданная ситуация, поэтому не помогать, даже мысли такой не было. То есть пенсионеры – это та категория людей, которым должны помогать не только предприниматели, а вообще и волонтеры также помогали, мы все помогали. Я считаю, что это просто наша обязанность. Наиболее разнообразный список претендентов в номинации «Доброволец года» – волонтеры, цифры. В прошлом году в городе отключили аналоговые вещания. Весь переходный период горожанам, кто самостоятельно не мог переключиться на цифру, помогали волонтеры. Волонтеры-медики, которые поддержали наше старшее поколение во время эпидемии. Волонтеры термометрии – они стояли на страже нашего здоровья в дни голосования. Алена Мельникова – организатор проекта «Будущее Арктики», который уже вышел за границы своих обязанностей. И в год пандемии ребята активно раздавали маски, разразили и по сей день развозят лекарственные наборы жителям. Приют «Котопес» и его сотрудники, которые ежедневно заботятся о братьях наших меньших. То, чем мы занимаемся, это очень важно, потому что наша работа – это своеобразная прививка доброты в обществе. Очень много жестокости и нематерированной агрессии среди людей. А воспитание доброго отношения людей к животным позволяет сократить негатив. Напоминаем, у каждого жителя Семилиственниц есть время до 2 ноября, чтобы представить своего претендента на одну из номинаций на портале «Живем на Севере». Дмитрий Мавдри, Григорий Волков, программа «Времестное». В связи с эпидемиологической обстановкой в округе, распространением коронавируса, Центр занятости населения с 19 октября перешел на режим дистанционного обслуживания граждан. Все заявления и документы принимаются в электронном виде. На сегодняшний день Центр работает в очно-заочном формате. Подробности в следующем репортаже. Центр занятости населения работает в дистанционном режиме. Исключение составляют люди, которые испытывают трудности при постановке на учет, те, кому нужно забрать документы или же по другим весомым причинам. Стать на учет можно дистанционно, через портал госуслуг, заполнив заявление. Несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию, рынок труда стабилен. По сравнению к прошлому году, даже можно сказать на том же уровне, поэтому ситуация на сегодняшний день на рынке труда стабильная. Численность обратившихся составляет более 800 человек за весь период, начиная с января месяца. Порядка 260 – это граждане, которые уволены после 1 марта 2020 года. То есть та статистика, те граждане, которые в период коронавируса остались без работы. Поводом постановки на учет по безработице могут послужить всевозможные обстоятельства. У многих по-разному, да, кого-то не устраивает заработная плата, кого-то не устраивает режим или графика, кто-то, конечно, соглашается с теми условиями, которые предлагает работодатель, и опять-таки их достаточно. Центр предлагает временное место, профессиональное обучение, получение новой квалификации и помощь в содействии самозанятости. Ознакомиться с необходимой информацией можно на портале госуслуг, на интерактивном портале центра занятости, через социальные сети и по телефону, указанному на экране. Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков, программа «Время местное». Чувство юмора врожденное или можно научиться шутить? В последние годы появляются различные новые передачи в таком жанре. Прародителем их всех можно назвать КВН. Он по-прежнему пользуется популярностью, а многие современные известные российские комики начинали свою карьеру именно в этих играх. Попробовать себя в юмористическом жанре может каждый желающий. В городе Лабытнанге в ближайшее время будет действовать онлайн-школа КВН. Как попасть в нее, в своем сюжете расскажет Альмира Новоселова. Саша и Катя в прошлом году представляли команду «Голос улиц» в городской лиге КВН. В этом году состав поменяется, возможно, и название тоже. Но направление шуток у студентов колледжа останется. «Голос улиц» как приводится, как и дети со двора. У нас был уличный юмор такой. А сейчас будем в таком же направлении двигаться. По типу уличного юмора. Сценки больше всего у нас продвигались. Люди над ними прям смеялись сильно. Андрей Иванов выступал в составе другой команды, но также решил оставить заявку на участие в онлайн-школе и в этот раз. Ведь прошлый опыт неоценим. Тогда опытные КВНчики объясняли начинающим комикам азы. Шутки придумать – это очень сложно на самом деле. То, что нельзя взаимствовать другие шутки – это плохо. Сказывается на твоей карьере будущей КВНщика. И то, что надо очень слаженно работать в команде. В прошлом году занятия в школе КВН проходили очно. На этот раз формат поменяется на онлайн. Делиться своим опытом со всеми желающими веселые и находчивые будут 6 и 7 ноября. А 8 будут редактировать выступления заявившихся команд. Успешные профессиональные КВНщики Руслан Шишкин и Родион Коков научат ребят создавать юмористические номера, научат их оттачивать свое актерское мастерство, выступать основам выступлений публичных, помогут им откорректировать, редактировать свое выступление. И итогом школы КВН будет игра. Конечно, в сегодняшних условиях она будет проходить несколько иначе. То есть, каждая команда должна будет записать свое выступление на видео и предоставить уже жюри на оценку в свои видео выступления. Узнать, как отправить заявку, можно по телефону 53538. Альмира Новоселова, Николасник, Гира Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Эти строки из известного стихотворения Самуила Маршака вспоминает каждый, как только речь заходит о сдаче нормативов программы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня испытания прошли начинающие спортсмены. В центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО сейчас немноголюдно. Сдавать нормативы приходят единицы. Но зато каждому спортсмену уделяется больше внимания. В пальцах смотришь, находишь. Рафаил Ясинеев уже три года принимает нормативы ГТО. Такого малого количества участников, как в этом году, не было ни разу. Число желающих проверить свою физическую подготовку значительно снизилось. По сравнению с прошлым годом, конечно, посещаемость упала гораздо. В том году было больше детей. Из вас их раза в три, наверное. А вот для тренера по волейболу, что привела своих воспитанниц, создавать нормативы разницы нет никакой. Среди ее команды стопроцентная явка. Первыми идут те, которым это нужно для поступления в ВУЗы. За значок ГТО абитуренты получают дополнительные баллы. Ну а что касается остальных, то они не остаются в стороне от спортивной проверки. Дети ГТО сдают по своему желанию, сами хотят, сами приходят. Мы им назначаем время, число, когда нужно приходить. И они сами приходят и сдают ГТО. Да, у меня имеются значки. Я сдаю с самого детства. У меня есть золотой, бронзовый, серебряный. Я сдаю каждый год, потому что меняется ступень, меняется возраст. Вот, в том году я получила золотой значок. В этом году, надеюсь, тоже все там получу золотой. Сдать ГТО очень просто. Для начала нужно позвонить в центр тестирования по номеру 56696 и записаться на сдачу нормативов в удобное время. Чтобы как следует подготовиться к тестированию, любой желающий может потренироваться в спортивных сооружениях, например, таких как спортзал «Олимп», многофункциональный спорткомплекс «Артика» или открытый спортивно-досуговый комплекс «Старт». Дарья Бугаева, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Это была последняя информация выпуска. На этом у меня все. А далее прогноз погоды. В студии работал Андрей Симоненко. Я благодарю вас за внимание. Все наши новости, а также официальная и проверенная информация доступны в интернете на сайте lbtdfistv.ru, в группах ЛТВ, во всех популярных социальных сетях и на портале YouTube. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте и будьте в курсе событий. До свидания. КОНЕЦ КОНЕЦ